Ребят, всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Ну что ж, первые дни лета в Москве они совершенно не задались. Дождь, холодно, сыро. Такое ощущение, что у нас какая-то глубокая осень. Но поскольку открылись разные магазины, дома сидеть не очень хочется. На нашей площади около метро снова оживилась торговля. Народу пока немного. Во-первых, многие люди уже на работе, а кого-то погода не располагает к прогулкам. О да, я иду по книжному магазину. Должна сказать, что это какое-то подзабытое ощущение зайти в магазин, где есть что-то другое, кроме продуктов или бытовой химии. Но в новом книжном сегодня явно нет аншлага. Другая картинка в обувном магазине. Тут люди активно покупают обувь. Кстати, примерять обновки можно без всяких ограничений. Вещи при этом, как я узнала, никак не обрабатываются. В общем, на свой страх и риск. В метро особо ничего не изменилось. Пропуск также должен быть прикреплен к вашему проездному. Социальная дистанция тоже сохраняется. Но вот смотрите, в вагонах старого образца никаких разметок нет. Я ехала днем. Люди, конечно же, старались находиться подальше друг от друга. Но если честно, я с трудом представляю, как люди будут соблюдать дистанцию в час пик, особенно на нашей ветке. Я заметила, что люди в метро стараются практически не держаться за порочней и по возможности ни к чему не прикасаться. А еще открылись небольшие магазины и маленькие кафе, которые находятся на выходе из метро. Салоны красоты в Москве по-прежнему закрыты. Но зато открылись рынки, ну типа торгового центра Москва или садовода. Вот это я понимаю, вот это мудрое решение нашего мэра. Ведь эти рынки – это главный источник культуры, соблюдение всех санитарных норм. Это тебе не какая-нибудь там брикмахерская или салон красоты со своими сухожарами, обработкой помещения, инструментов. Ну, в общем, со всякой другой ерундой. Это рынки. Тут крутятся большие деньги. А что может быть стерильнее денег? Ничего. Кстати, ужесточился проезд в такси. Если вы заказываете машину, то теперь без сканирования вашего пропуска система не разрешит водителю начать поездку. Ну, а в целом жизнь в городе постепенно возвращается в прежнее русло, что, конечно, очень радует. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. И главное – будьте здоровы!